день воскресный день чудесный абсолютно в каждом выпуске я стараюсь вас удивлять вот казалось бы за моей спиной очередная пятиэтажка и речь пойдет про что-то подобное нет конечно ребята сегодня мы с вами перемещаемся в бизнес-класс возле набережной давненько у нас не было чего-то роскошного и прямо сейчас вы видите такой выпуск и вот именно здесь всегда всплывает такой острый комментарий а чего нам смотреть как богатые живут ты нам показывай жизнь простых людей и вот тут я хочу сделать акцент что в этом выпуске вы как раз и увидите как живут люди из регионов в москве о чем я хочу сказать по моим наблюдениям когда мы приезжаем в различные жилые комплексы большая часть людей это те самые жители регионов предприниматели бизнесмены менеджеры айтишники и те кто с мозгами кто не задержался у себя дома поехал в москву потому что здесь больше возможностей москву в регионах не очень любят отдельное государство многие москвичи уезжают из москвы потому что они не вытягивают того уровня жизни что сколько здесь стоит а вот как раз ребята из регионов приезжают цепляются за зарабатывают и начинают жить поэтому сегодня мы еще на одном примере с вами увидим не как москвичи жиру бесятся а как люди из регионов мечт и целей своих добиваются знакомьтесь друзья героиня выпуска мария маш огромное спасибо тебе за приглашение сегодня нам будет что посмотреть что послушать ведь помимо квартиры в москве есть квартира внимание ребята в марокко но звучит уже как сказка понимаешь то мы приходим там пятиэтажечка еще что то здесь можно лето поработать потрудиться в москве а на зиму в марокко дружественная страна на секундочку давай пойдем от обратного ты наша ровесница 34 года ты из подмосковья город селятина до поселок селять на расскажи пожалуйста чем у тебя занимался отец чем у тебя занимается мама чем занимаешься ты чтобы людям было понятно ну родители у меня советская интеллигенция я в третьем поколении занимаюсь образованием образовательный центр для детей для школьников у меня центр начинала мама со стороны продукта методологии я отучилась в университете и пришла со стороны бизнеса также у нас была вторая компания это ивент организация корпоративов праздников для компании для частных лиц папа инженеры они оба советские инженеры познакомились в мифе папа ездил на электричке всю жизнь на работе как и мама как и я в университет я переехала уже ну стало больше жить в москве они в подмосковье где-то как раз с третьего курса наверное университета когда стала работать ну в студенчестве везде подрабатывала до одно время ты подрабатывала в одной компании которая занимается застройкой родила выставка в москве на которой как раз таки скажем так подвернулась внезапная возможность приобрести студию которую мы сегодня увидим расскажи об этом да мне очень повезло так случилось что я работала на выставке у можно застройщик называть можно на его запеку у застройщика и дом был уже на стадии до выдачи ключей но уже готовый на стадии согласования с городом и менеджер которого мы работали брокер сказал что освободилась случайно совершенно видовая студия мы просто работали то есть он нам их ее не продавал просто я зацепилась я посмотрела фотографии мне очень понравилось на тот момент это оказалось очень дорого но надо наверно сразу сказать что в жк есть квартира и апартаменты эти были это были апартаменты мнение было важно там прописка не прописка и я просто вот загорелась этой идеей купить квартиру а еще интересно то что смотрите это какой был год 2000 семнадцатый 2017 год тогда это было очень дорого и цена этому было шесть двести шесть миллионов 200 тысяч рублей то сколько эта студия стоит на сегодня я вам покажу в цифрах но чуть чуть позже вы все услышите получается мы с тобой как привычно до заходим к нам в подъезд супер секретный код для того чтобы попасть это что-то типа рецепшена верно да верно у нас есть волшебный консьерж нам действительно очень повезло с консьержем сейчас он на обеде но он очень ответственный и всегда можно оставить какие-то посылки у него попросить встретить ремонтников что-то еще пойдемте ребята смотрите выходим вот такая общая территория конечно не прям что-то вау но в тот же момент вспоминаете ваши подъезды я вспоминаю свой подъезд понимаю что конечно совсем это другой уровень что примечательно да что можно как минимум открыть окошко на проветривание потому что в некоторых помещениях общего пользования хрен то что откроешь вот это вот что-то у нас спрятанное там что-то мне подскажешь нет мы с соседями решили что мы будем все-таки выкидывать в мусорку поскольку мусоропровод забивается но можно да друзья на самом деле такая-то вообще офигенная удобная вещь мусоропровод не просто такого придумали вот я сколько пользуюсь но это вообще офигенно единственный минус конечно соседями вот видите все постоянно договариваются дом только построили очень помогает нафига тогда в современных домах их предусматривать потому что это тратит время деньги и так далее какое-то помещение под это уходит если люди все сразу от него отказываются мне кажется на этапе строительства уже можно принимать решение говорить не надо не надо не надо у них по факту ты выходишь из подъезда и прямо перед нами это здание которое было там и находится мусорка но пользуется очень удобно все что нужно для того чтобы он не забивался простые вещи чтобы люди наконец-то поняли как пользоваться домом 30 на 40 пакетик взял собрал продукты об набрался выкинул 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 пойди покажи просто диаметр трубы ну просто как за это подсвети но огромный на самом деле все туда помещается даже вишек сделали хитрые люди уже давным-давно все продумано что он по идее полностью открываться не должен вот эта часть чтобы как раз ты сюда в этот горшочек под собрал мусор и тогда у тебя все будет без проблем там собираться тут все равно я как бы понимаю что у нас три человека живет вот сколько у нас мусора набирается от одной только упаковки что-то закажешь там внутри лежит вот такая фига а запакована она вот так вот все заселены ты так вот на своем этаже народ знаешь да все и в основном все живут на постоянке или это какие-то съемные люди по суточной аренды это бизнес класс это не элитка и не прям совсем эконом поэтому многие живут здесь в течение недели и за городом на выходных кто-то живет на две страны либо на два города а вот именно знаешь такой вопрос важный нет от этих вот дискотек по суточную аренду сделал и типа здесь этот педро 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 п нет вообще такой проблемы нету я могу сказать что мне не сильно вот из минусов да что у меня не сильно нравится вот такое расположение ощущение как будто ты в отеле такой коридор но есть такой вот здесь не прям красиво но вспоминаем что все-таки мы не элитка чтобы сильно чтобы сильно требует да итак ребята мы с вами заходим в гости студия 38 квадратных метров купленная по цене 6 миллионов 200 тысяч рублей в 2017 году далеком году в 2018 году комплекс сдается плюс 2 миллиона вкладывается сюда и мы получаем ровно то что мы видим сейчас очень сильно порываюсь в отпуск и когда я зашел к маши в гости я прям почувствовал как будто я уже прилетел за границу потому что стиль в котором она сделала квартиру он в чем-то пересекается ну не знаю для меня там ассоциации почему-то за границей кто бы меня не приглашал в гости всегда есть что-то схожее ну например я захожу блин а раньше когда мы жили тоже в однокомнатной квартире у нас была подобная плитка переходим к делу значит квартиры сам по себе в силу того что 38 квадратов это там не студия 18 12 квадратов она в принципе большая здесь у нас расположена полноценная кухня высокие потолки соответственно шкафы для хранения продуктов все есть вещи повесить пожалуйста но здесь начинаются изюминки вот так вот маша сидит занимается своими делами работает а мы первым делом возвращаясь домой что мы будем делать мы пойдем мыть руки здесь есть конечно же как я говорю изюминки вам нравится это слово многие к нему цепляетесь заходи душевая кабина просторная унитаз помыли руки но при этом здесь мы попадаем как вы думаете куда в проходную такую зону которую она специально сделала как зона хранения вещей говорит эту идею подсмотрела часто путешествует была в канаде снимала квартиру увидела вот такое решение делать дополнительное пространство для хранения вещей сами понимаете девушки нужно постоянно где-то хранить да и вообще в целом по быту например за дверью прячется стиральная машинка с элементами сушки можно посушить здесь не нравится есть тоже местечко где все это дело можно высушить идем за мной мы получать таким образом проходим с вами и попадаем гостиная тире спальная зона вот такое ловкое решение то есть понимаете вот встроенная часть но при этом сразу этот вопрос а где хранить вещи а куда что убрать все вот здесь убрала пожалуйста большая кровать высыпайся изумительно вот согласитесь когда вы отправляетесь путешествовать вот какая-то магия в отелях всегда присутствует в частности сна ребята когда вы приезжаете к себе в турцию такие брык на кровать и блин как-то там все по другому но здесь есть шикарная возможность каждый из вас может купить у блю слип матрас который как в отеле они прям пометочку на это дело так более того если вы воспользуетесь промокодом мошков сон вы получите дополнительную выгоду по ссылочке в описании вы можете посетить их шикарный сайт посмотреть все то что есть в продаже не забывайте что промокод суммируется с основными скидками на сайте за исключением комплектов готового белья именно поэтому ребята я вам всем настоятельно рекомендую присмотреться уже наконец-то по продукции компании блю слип у них есть точки по россии куда вы можете приехать в шоу-румы и потрогать все вживую ну и наконец-таки купить себе шикарный матрас и многое другое для сна пользуйтесь на здоровье чего же вы еще ждете ведь сон это очень важно для каждого из нас все 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 мы продолжаем в силу того что домик сам по себе но все равно не дешевый пытаются стать делать какие-нибудь французские стекления панорамное стекление что мы имеем в нашем ключе так и вовсе есть балкончик французский пусть он небольшой но он есть и вид с него открывается я вам скажу роскошный иди пожалуйста сюда постарайся вытянку нить в угол туда вставай фиксируйся и мы сейчас ребятам покажем вот такая красота панорама полная идет на город то есть мы находимся на я вам показал где в районе станции автозаводской за моей спиной тут неподалеку есть повелецкая даниловский район соответственно на расстоянии вытянутой руки кажется нам есть кремль потому что мы можем выйти по набережной буквально пробежечкой вот так вот утренней пробегать действительно мимо кремля то есть само по себе место расположения локация дома вообще ты вот этих домов пятиэтажных в том числе очень хорошая но есть и конечно же минус который их сейчас будет встречать это вот история что сломали бывшую фабрику там завод сейчас здесь начнется стройка в том числе судьба вот этих пятиэтажек ну я думаю всем уже ясно что в дальнейшем и их сломают ну и также то что здесь видите вот такой вот не совсем прям взрачный вид приятный вот покажи вниз выходишь такой мы в бизнес-классе а тут он диман мошков он там живет на четвертом этаже здорово диман чё когда к нам-то переезжать так и будешь сидеть ждать пока цены вырастут надо же тебе было брать мы тебе говорили пошли 7 миллионов а ты не стал а теперь знаешь сколько стоит ну пойдем мы тебе расскажем вот здесь на одном пятачке можно ощущать тот самый жизненный контраст ну вы вдумайтесь раньше в этом месте вот в этой локации были фабрики заводы 5 7 9 этажные дома проживал рабочий класс сегодня же здесь находится просто посередине вот так вот бизнес класс ты выходишь на балкон и ты смотришь скажем так на народ а народ смотрит на тебя ну давайте посмотрим вообще какая разница в ценах и что здесь сегодня продается ну первым делом если мы говорим про 5 7 этажные там 9 этажные дома самая низкая цена здесь это девять пленов 600 тысяч рублей за однокомнатную квартиру однушки двушки трешки торгуются в диапазоне 13-20 миллионов рублей есть конечно предложение уникальный например 98 квадратов за четырехкомнатную квартиру вот так она выглядит но это все в сторону потому что нас интересует сегодня конкретно наш жилой комплекс и вот она та самая очередь в которой у марии расположена квартира лучшее предложение уже к 17 миллионов 500 тысяч рублей за такие же апартаменты но переделанные естественно в силу того что площадь 38 квадратных метров многие порываются делать некие городушки создавать уют на мой взгляд конечно по картинке смотрится все очень классно гармонично многие делают дополнительно отдельно спальню в силу того что два окна позволяет это сделать но посмотрите друзья даже есть местечко для детской кроватки я быстренько полистаю вам фотографии чтобы вы могли зацепиться глазками но самое лучшее конечно же это посмотреть на планировку вот как люди это дело обыгрывают но цепляемся за цифру 17 500 самая низкая цена на сегодня за подобную студию в этом же к а так они торгуются 19 700 и пошел поехал трехкомнатные апартаменты 82 квадрата 42 миллиона рублей однокомнатные 20 миллионов рублей и это лишь апартаменты если мы с вами будем продвигаться дальше ну вот например один из их корпусов который я вам сейчас показываю на экране как он выглядит здесь расположены уже полноценные квартиры и например купить квартиру здесь вот так вот в бетоне подчеркиваю дом сдан в 2018 году но в бетоне ты можешь купить навьё 122 квадрата роскошная площадь четырехкомнатная квартира 48 миллионов рублей и сюда же еще плюсу миллионов так 10 а то и 20 на ремонт мебель и все что с этим связаны того и того сколько очень много это в бетоне ну и конечно же люди торгуют трешечку 125 квадратов уже с ремонтом за 75 миллионов рублей и в горочку в горочку самое дорогое что я здесь где-то встречалась и я не ошибаюсь 125 миллионов рублей но смею предположить что была ошибка отсюда возникает первый вопрос да кто это все может купить но не забывайте что многие люди покупали жилье здесь на этапе котлована в шестнадцатом семнадцатом году когда цены были совсем другие если походить по жилому комплексу и пообщаться с людьми поспрашивать здрасте а вы откуда понятное дело что как откуда из москвы первый может быть ответ но по факту а приехали то вы в москву откуда начнутся перечислениям такой регион такой город и так далее так далее в большинстве своем куда бы мы ни приезжали большая часть людей это не коренные москвичи хотя такие тоже присутствуют на этом я хочу просто сделать акцент ты работаешь 2017 год всей суммы денег у тебя не было расскажи как папа дал денег мама дала бабушка дедушка кто помогал покупать квартиру я вот не знаю насколько это будет звучать странного я действительно не помню до конца как мы собрали эту сумму потому что у меня действительно общее управление деньгами с родителями я единственная дочь и у нас было наследство от бабушки это квартира в городе дзержинск нижнегородской области она стоила миллион рублей и вот был стартовый капитал я заняла у друзей чуть-чуть из компании взяла и потом постепенно отдавала ну то есть ты получается собрала всю сумму наличкой но у меня были какие-то накопления наверно около двух плюс миллион мне дали условно родители да и вот да что это занимало от квартиры правильно 4 ну и что-то позанимало вот друзья как спросили как ответила так и записываем ты сюда приезжаешь с мая по октябрь октябрь уже на носу и ты уже собираешься скажем так в марокко прежде чем мы дойдем и послушаем историю про марокко не страшно и вообще как вот такое значит вот 6 лет сдаешь квартиру то есть тебя полгода нет он уже чувствуешь за вопрос а полгода живет посторонний человек в твоей кровати спит но во первых я сдаю не 6 чуть меньше я наверное пришла к этому года три назад когда там время пандемии экономический кризис и нужно было просто дополнительный доход во вторых действительно такое было я очень тщательно подхожу к вопросу того кто здесь будет и два года здесь жили девочки одна девочка жила которая часто путешествовала и поэтому получалось так что она могла двами два две недели например в месяц не находиться дома что касается там условно матрасов я делаю химчистку делаю на матрасник и конечно делаю несколько серий уборок чтобы все это очистить есть такой еще услуга озонирование тоже для очистки воздуха а сколько ты платишь за нее в месяц вот коммуналка услуги охраны вот под ключ сколько порядка восьми тысяч восемь тысяч рублей неплохо ты ее будешь сейчас давай то есть ты уже нашла людей кто будет то есть снимать а по какой цене не у тебя будут выбрать 120 тысяч 120 тысяч рублей но не кисло эти скажу это здорово да это приятно 120 тысяч а начиналась первая аренда вот вот так вот цены растут друзья 120 тысяч долго пришлось искать арендаторов нет у меня очень вот так вот да у меня на циане 20 анкет и я когда сдала на следующий день написала пара которая говорит можно я мы заплатим плюс 30 процентов но сдайте нам вот короче друзья я к чему все время ты знаешь я удивляюсь на что я действительно удивляюсь и вам хочу некоторые смотрят и говорят плохо не нужно еще что-то блин да с грамотным подходом вот так вот ты улетаешь на полгода к примеру за полгода друзья это чистыми там ну сколько 600 700 тысяч рублей можно собрать но хорошо давать за вычетом там налога 600 тысяч рублей можно будет собрать 600 тысяч рублей пожалуйста приехал потратил на химическую сколько и так нет нет около сотни выходят на ремонт приходят сантехник электрик несколько раз уборок озонирования ну то есть нет вот около сотни выходят хорошо полмиллиона рублей останется да но это приятно мне кажется я вкладываю дальше а тем временем мы с вами перемещаемся на подземный паркинг для того чтобы сделать шикарную зарисовочку но смотрите три корпуса у нас есть и абсолютно в каждом предусмотрен подземный паркинг и это действительно круто особенно когда мы посмотрим с вами влево вправо практически все места здесь продано но тем не менее сегодня можно найти местечко и цена ему будет вот за подобное 3 миллиона рублей максимально что я встречал четыре с половиной миллиона рублей за парковочное место как вам такое процессе съемки я делал упоминание об этом в телеграме канала и у некоторых людей было возмущение за такие деньги до площадь тринадцать половиной метров мол маловато ну вот как есть а начинались цены когда жека строился с отметки в 600 тысяч рублей мария в частности отмечает что использовала трюк с недвижимостью с инвестицией покупала здесь несколько мест уже с рук за миллион двести а продала одно и второе за два четыреста и два семьсот если не ошибаюсь сегодня цены такие есть еще кладовые помещения за миллион миллион двести ну вот ребята вдумайтесь просто парковочное место 3200 но при этом на однозначно это конечно кайф на лифте спустился подошел тебя всегда есть где поставить автомобиль тепленький чистенький сел и поехал по своим делам естественно машины местами стоят близко к друг другу и в целом поцарапать автомобиль можно поцарапать автомобиль что-то будешь делать ты поведешь его на ремонт ты будешь его красить шпаклевать именно поэтому прямо здесь смотрите 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 кто у меня карсис автоподбор толщиномер шикарнейшее устройство профессионально для того чтобы можно было проверить а точно ли ваш автомобиль не крашен работает прибор из коробки подходим смотрим ухты двести семьдесят один микрон по-хорошему это говорит о том что с автомобилем что-то делалось и с ним действительно делалось мой автомобиль полностью затянут пленка именно поэтому такие показатели ребята прежде чем купить машину как новую так и на вторичке рекомендую вам проверять ее и именно это устройство поможет вам это сделать здесь есть различные крутые фишки в том числе есть фонарик есть ультрафиолетовый фонарик с помощью которого можно проверить купюры и документы на подлинность в общем все это сделано в россии и этим в удовольствие можно пользоваться ссылочка ждет вас в описании а мы продолжаем на самом деле здесь еще очень интересно та самая грань такая нить детали которую я люблю ну пойдем с тобой выйдем потому что смотрите друзья как интересно сделано посмотрите ну действительно да современный такой бизнесовый вход все у тебя чисто красиво при этом ты нажимаешь на кнопочку и ты так скажем выходишь к людям пожалуйста ведь жилой комплекс у нас построен на территории бывшего бывшей фабрики по производству картона и вот здесь вот раньше было было производство ну и соответственно когда было производство здесь строилось смотрите пятиэтажки так далее здесь знаешь уже все в людях здесь уже нужно быть аккуратным потому что здесь есть разные люди ну и так далее что скажешь вообще ну в целом очень прилично нас было в первый какой-то период когда только мы въехали была проблема что на лавочках собирались люди пили алкогольные напитки но как-то этот вопрос решили если честно я даже не знаю до конца как посадили вот здесь у нас клумбы сейчас нет такой проблемы если на то что у меня выходят окна именно на эту сторону вечером тихо после 10 особо никого нет какие минусы вообще ты можешь вот по пальцам зажать на что здесь чаще всего жалуются когда у нас только сдан был дом он у застройщика было два года гарантийного срока и он все что мы его просили все выполнял а потом пришла управляющая компания и вот здесь начались вопросы то есть бывало такое что труба где-то лопнет конечно не так страшно как вот в тех выпусках которые бывают у тебя на канале но все равно это очень неприятно то есть обслуживание постоянно менялись видимо у них сантехники и обслуживание но нельзя сказать что на хорошем прям уровне управляющей компании мы пытались там ее сменить какое-то время у нас очень классные жители все все объединяются но все равно это достаточно сложно провести осс чтобы что-то сделать вот поэтому наверное основные все претензии это именно к управляющей компании чем к самому чем к самой застройки друзья с точки зрения минусов я думаю при желании здесь их найти можно большое количество потому что ну опять же давите управляющей компании вот что-то сломалось поставили вот сколько она здесь стоит почему-то мне кажется стоит здесь давно первое плитка до качество построить понятно дело за плиткой нужно следить опять же она находится под открытым небом снег выпал весна пришла все потаяло пожалуйста вот здесь интересное тоже такое технологичное решение видишь шла часть то есть как пандус такой но тут уже потихоньку-потихоньку это все дело разбирается но естественно но тут не закреплено это все можно развалить разобрать дальше в тот же момент у меня нет абсолютно никакого желания из пальца высасывать искать проблему этого жилого комплекса вот мария живет там самого момента сдачи чата она читает в целом каких-то там криков оров что у нас все плохо здесь нету ну вот коммуникациям вопросы из минусов все можно отнести что ну транспортная доступность с точки зрения метрополитена живут люди в принципе рядом с центром но до метро пешочком идти много 5 километров то есть это примерно 40 минут пешком ты точно пройдешься как правило ездит на автомобилях либо общественный транспорт ну и не хватает там парков скверов для людей с детьми дать тем кто любит прогуляться в шаговой доступности но многие отмечают это как такой небольшой оазис точки зрения ты приехал у тебя закрытый двор тишина спокойствия а есть тебе куда нужно на автомобиле и поскакал при этом цена изначально именно в этом районе за счет того где он расположен этот жилой комплекс промышленная зона пятиэтажки изначально была ниже а народ голосуют чем народ голосуют рублем поэтому смею предположить что большая часть жителей этого комплекса довольны соответственно ребята искренне за вас радуюсь кайфуйте молодцы кайфуйте получаете удовольствие от жизни ну и соответственно продолжайте трудиться чтобы поддерживать такой уровень жизни иди сюда пожалуйста здесь очень прикольная вещь сделано смотрите домик за углом стоит детский он такой на песке еще у них есть такие деревянные лежаки чем-то напоминает знаешь вариант такой как будто ты уже приехал в турцию или куда-то там в анапу вот ты сел вот так вот и тут у тебя сок точнее не так тут у тебя fresh juice ты drink fresh juice и о чем-то думаешь тебя в наушниках музыка либо книжкой ты готовишься к экзаменам надо же по-любому задать будет вопрос тем более с твоего позволения за кадром я уже спросил 34 года все это ты путешествуешь студии живешь детей нету мужа нет прокомментируй где принц ну у меня был гражданский брак разошлись сейчас наслаждаюсь свободой то есть как бы вопрос семьи у тебя впереди поэтому да я не спешу все не пристаем а вот теперь давай поговорим про интересный момент марокко марокко рокококко звучит ты как саш полгода здесь а полгода я говорит тепловой как правильный климатический мигрант расскажи в каком году вы покупали квартиру в марокко и почему вообще там но я достаточно давно задумалась о возможной локации в тепле мне врачи посоветовали что не подходит мне такой климат он я знаю что многие скажут ну много кому не подходит но у меня начинается мигрени у меня закладывает вот все горло и где-то с 16-17 года мне начали об этом говорить врачи и параллельно по некоторым состоянием здоровье родителей мне хотелось перевести родителей в тепло и иметь возможность к ним приезжать и я стала рассматривать разные локации от сингапура дубая америки европы но европу и америку я для себя как-то нет не особо рассматривала во первых потому что там дорого во вторых я не считаю что это правильно с точки зрения инвестиций а марокко это та страна в которой мы когда-то были с родителями очень давно в 2008 и она при прочих равных сложилось так что я выбрала ее там всегда 25-30 не бывает очень сильно жарко для родителей это вредно не бывает очень сильно холода такое как климат в лос-анджелесе или в сан-диего вот тот который всеми разрекламирован вот там такой же климат и в каком году вы покупаете там квартиру в конце 18 начале 19 18-19 год это трехкомнатная квартира которую вы там купили в ипотеку а вот сейчас ребята внимание 4 миллиона рублей да это первоначальный взнос вы заносите и еще 4 миллиона рублей но в валюте вы берете в ипотеку подставку 4,9 4,9 с моих слов записано верно да вот платеж в месяц сейчас примерно 400 евро около 400 евро да а что это за квартира сколько примерно у нее площадь это дом 5 это закрытая резиденция в городе это считается относительно элитной недвижимостью там есть много ресторанов химчистки но вот это все это для родителей покупалось пятиэтажный дом 15 минут пешком до океана 5 минут на машине 88 квадратов 88 но подчеркиваю что условно в рублях мы выходим в 8 миллионов рублей это на момент 18-19 год нам очень повезло с курсом а сегодня не так вот не прикинешь сколько вообще например на не смотрела ну 180 тысяч евро 180 тысяч евро то есть 18 миллионов рублей опять не успели блин за 8 если будешь отдавать ты мне это чик-чик-чик call me call me later please когда ты туда прилетаешь то есть получается у тебя там отдельная комната да но сейчас я позже через несколько лет взяла себе отдельную квартиру в рассрочку там тоже да то есть у нас теперь вторая квартира елочки-то палочки-то а это что за квартиры площадь какая у нее у нее такая же площадь там почти не бывает маленьких квартир достаточно сложно найти то есть тоже 88 квадрат она просто сильно дальше от океана чем родительская а цена чуть меньше она вышла и она вышла в рассрочку там такая история что это 20 процентов платишь когда подписываешь договор это было в к вид где-то семь с половиной она получилась миллионов рублей если в наши деньги да может быть 7 да надо посмотреть зависимость тоже сдают уже с файтбоксом то есть только мебель за но они там вообще все есть кроме кровати то есть есть кухня ну все есть сидеть а визиту а нужна в марокко нет нет то есть я могу купить билеты мы можем то прилететь это на встрече мы с ними выпуском народ сейчас в марокко на пять дней сколько лететь отсюда от москвы туда 6 часов прямой москва прямой москва все командировку нарисовалась надо по работе в марокко но интересно с точки зрения безопасности вообще чё очень безопасно они ну во первых это религиозные во вторых очень сильный король и полиция короля вообще нет проблем ну можно вот так телефон оставить ну наверное не прям совсем дубай где за это депортирует но близко к этому учебный год начался время 14 12 поэтому народ весь учится ты вообще сама что скажешь детей полным-полно здесь вечером наверное после уроков так здесь есть дети но прямо что как-то галдеж или толпа детей бегает такого нет нету в основном много у кого здесь есть няни и они с ними тоже занимаются все дети сейчас в москве по кружкам а здесь тоже есть несколько для детей и там центр плавания и школа поэтому в целом мне кажется дети просто сейчас все загружены и нету времени гулять по площадке в 9 10 здесь вообще никого нет несмотря на то что хорошая погода уже полтора месяца стоит родители состоятельные детям закладывают то что нужно трудиться учиться поэтому времени на прогулки покатушки остается совсем соу-соу это правда всегда интересно в любом жилом комплексе что есть что-то новенькое то есть не так что ты приезжаешь и банально копируют ставить везде одно и то же но например у ребят здесь сделано так что мы сейчас поднимаемся на подземный паркинг то есть под нами парковки стоят что конечно всегда шикарная здесь вот такая импровизированная крыша да то есть она же не закрывается полностью всегда она пропускает то есть в дождливую погоду здесь будет идти дождь почему кстати так делать тоже непонятно казалось бы можно было бы что-то придумать такого плана что нажал на кнопочку раз она закрылся это было вообще шикарно здесь сделана сцена и в том числе здесь можно заниматься как спортом пилатесом и чем угодно ну вот посмотрите площадка такая небольшая чувак гоняет на тарзанке ну да я покажи нам как раз заодно что сейчас будет вот так вот раз оба спайдермен правда получается 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 питер паркер может быть я не прав ну ты как жительница ну как-то знаешь вот не совсем понятно понятное дело что у вас и так во первых вот дом стоит он перекрывает а куда еще здесь тенек есть где ну вот дождик пойдет вроде бы неплохо бы поваляться почилить так сказать под дождем знаешь полежать а уже зимой снег будет падать никогда этот вопрос не обсуждался обсуждали да мы хотели соседями скинуться на крышу на поликарбонат такой есть хороший материал что тогда многое обсуждали мужская половина нашего чата но так ничего не сложилось видимо было дорого и не все готовы скидываться соответственно иногда бывает соседних очередей приходят и видимо на этом этапе все развалилось наверное года два мы уже это обсуждаем было бы здорово но хотя бы знаешь даже я он так подкину от себя не пусть не всю часть но вот например вот эту зашитом поликарбонатом как теплица все это уже будет достаточно он дешевый материал поэтому я думаю у вас здесь денег хватит но вообще что это такое это вот изначально это позиционируется как что мы пришли куда крыша так она называет мы называем ее просто крыша иногда здесь кто-то делает импровизационные концерты какие-то хэллоуины соседи устраивают дети какой-то кружок а вот эти вот вещи которую тарзанки то что парень качается это кто-то сам да вот мы здесь занимаемся как раз на гамаке и шнурки просто кто-то из соседей оставил для того чтобы каждый раз не надо было на стремянке вешать высоко то есть это все инициатива соседей у нас очень хорошие соседи короче по хорошему и должна быть такая история на сцену выходит дмитрий мошков и сегодня я вам спою песню тун-тун-тун здесь у меня короче в руке хвост поехали тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун как часто это рисуют на рендерах у вас будет свой яхт-клуб и что-то еще к ноя набережные прочие но у вас это есть действительно и самое интересное что дети там визжат от радости носятся еще на улице пока что тепло буквально последние дни мы снимаем в четверг небольшие закуточки где люди с детьми маленькие площадки то есть вот на этом скажем так двор наш заканчивается это сердце вашего жилого комплекса правильно это в двор внутренней первой очереди каждый день до фонтан работает а для вести вечера ребят они дети конечно блин им конечно кайф полный вон они с полотенцами здесь зелень здесь конечно вопросов нету дома конечно высотно но вот так вот когда показываешь картинку далеко не каждый это полюбит но опять же и советские дома которые ведут еще длиннее то же самое вот тут смотрите как интересно сделано у них припрятаны велосипеды соответственно все это запарковано общая зона можно спрятать а вот это короче кафе да блин кафе пойдем просто хотя бы глянем как она внутри выглядит и это как ты говоришь кафе только чисто для жильцов дома да если кто-то ко мне в гости приехал тоже сейчас я не могу сюда зайти что ли ну чисто гипотетически можешь прямого не можешь а какие-то скидки за счет того что ты здесь живешь есть здесь достаточно демократичные цены но можешь показать просто меню посмотрим друзья на самом деле прикольно да вот об этом я как даже мечта можно сказать салат с томатами и строчителой 620 рублей салат весенний 490 суп куриный 390 что называется приемлемо завтра здрасте девушка часто вообще люди приходят ну посмотрите короче прожигать визуально очень даже и неплохо безусловно очень часто на застройщики любят что-либо обещать а на деле получается немного иначе так например вот на ваших экранах вот это здание это детский сад я был удивлен узнав что он вот только-только вроде как должен быть введен в эксплуатацию хотя уже прошло 6 лет как жилой комплекс заселен подчеркиваю возможно мы ошибаемся если вы жители этого комплекса напишите в комментариях введен он в итоге то работает или нет ну и были конечно же негативные отзывы которые я находил в интернете но этой серии придирка мол обещали нам потолки 3,1 метра в итоге потолки стали 3 метра украли у нас целый один кирпич и вот что это такое действительно украли где человек преподносит так что мол вот на мелочах на спичках воруют или же это больше вопросы к человеку и про вот эти здания там трехэтажные тут можно сказать ходит небольшой юмор на основании того что это все дело пытались обыграть как старая купеческая москва да знаю у вас это и в рендерах и в описаниях заложено как пытались сохранить ту самую атмосферу которая здесь была когда-то как ты считаешь удалось не удалось да здесь даже у нас некоторые умудряются водить экскурсии по факту на сегодняшний день это все что мы видим и что такое это коммерческие помещения под офисом а то есть а их уже арендуют здесь находится то есть здесь можно грубо говоря находиться жителям вся себе в аренду офис и работы пожалуйста несколько клиник здесь есть насколько я понимаю по моему что-то еще продается я видела да друзья вот у них здесь есть помещение который продается но там бешеная площадь какой-то виду здорового помещения там под что-то типа гипермаркет тогда там будет еще нормально а так у вас супермаркет какой здесь тоже да у нас магнолия круглосуточная вкус вилл до 10 напротив пятерочка и вот еще один супермаркет эко-продукты ну не знаю важно артемий лебедев сюда приложил руку тогда еще когда вот были первые только его попытки участвовать в градостроении города сейчас он такой немножко на хайпе этот проект есть у него на сайте тоже композиторов потому что дом музыки рядом а кто застройщик афи девелопмент но здесь конечно так вот если зайдут всякие знаешь арендатор кафе рестораны движуху создадут с одной стороны будет классно что ты выходишь типа у тебя все и с другой стороны это народ который я думаю вам уже будет не совсем нужен таким образом мы с вами выходим к набережной за моей спиной речка можно сесть на трамвайчик речной прокатиться в том числе сразу слышим и звук автомобилей шум от дороги идет но в целом здесь пробок у вас особо-то и не бывает 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 да то есть пик стоят да я стараюсь не ездить час пик но вы обратите внимание пока мы ходили по территории жека там тишина прям самая настоящая здесь уже вон пошла движуха какие еще дополнительные минусы плюсы ты можешь отметить спустя те годы которые ты прожила в этом жека вот не надоело ли тебе здесь нет ли желания переехать отсюда если да то куда может быть какие-то уже смотрела новые направления мне нравится этот район я бы не сказала что он для семьи потому что здесь нету парков но мне нравится близость с водой плюс если запустят общественный транспорт его запустили но пока так в медленном режиме ремонтируются остановки я бы хотела иметь возможность именно по воде передвигаться плюс эту часть набережная благоустраивают и она становится очень красивой вот если проехать в сторону центра прямо приятно особенно в солнечный день вот объясни мне почему всех вас тянет к этой набережной вот вы там ты говоришь вода вода рядом ну и что вода ну вот речка здесь находится и дальше я очень люблю воду наверное это какое-то заземление энергетическое ты смотришь на воду и ты успокаиваешься кто-то так любит горы кто-то там как кому-то важнее парки леса вот для меня важнее вода и то что я могу и из окна наблюдать ее и выйти я успокаиваюсь отдохнуть после рабочего дня мне нравится да он хорош я говорю что вот не ворд-класс слава богу которые просто больше в бренд вкладываются чем вовнутрь облака они такие вот мне вообще все про жака нравится то что он не пытался из себя что-то выпендриться вот такой элитка который мы тут час золотые унитазы сделаем а он такой мы просто сделаем плюс-минус хорошо и вот мне кажется именно бренд облака он тоже вот так же но я видел то что у вас там бассейн в нем внутри такой прям там реально он на втором этаже до находится да здесь можно видеть насколько нажила так вот я вот сейчас не знаю но за 50 60 можно было купить это очень годовой да да это очень дешевая цена относительно то есть до элитки еще далеко я много раз это говорю потому что ну это правда она сейчас дорогая но и прям совсем сильный эконом не хочется и хочется чтобы было вот какой-то ну про россию не знаю не про китай вот это мама я плыву интересные они до малявки мы сейчас пройдем вот через зону азоны в адберес очень удобно что можно насквозь пройти через них они не спрашивают что там нет они им все равно это мне кажется только летняя история не знаю почему вот ну то есть нету проблемы что приходят но вот если знать но мы можем мы можем через подъезд естественно зайти но забавно что здесь можно и так а вот нельзя теперь а что закрыли проход на здрасте да ну вот девушка же но девушка живет а мы в гости усылапый хвост наши документы ребята ну посмотрите вот так вот живут люди состоятельные да я бы даже сказал богачи такое да знаешь слово богачи значит нас вот так вот живут да мария здорово мы зашли в гости посмотрели вон там вот наш райончик а здесь смотри не ну друзья по факту ну действительно здорово смотри все огорожено аккуратно не хватает только лишь конечно 20 детский сад заработал вообще думал то что он действительно рабочий но в целом так все чистенько аккуратно спокойно где-то конечно есть чем придраться потому что ну стиль это уже на любителя кто-то посмотрит сейчас скажет наш не по-домашнему больше как офиса еще что-то но ты мне скажи вот у людей будет как раз вопрос это че ты что так образование у нас столько денег приносит что так вот можно жить что в марокко потом еще получается ты берешь там квартиру здесь такая квартира путешествуешь нет к сожалению не приносит денег это скорее социальный бизнес который я уже говорил у меня бабушка начинала мама этим занималась поэтому я не могу этим не заниматься а чем можно зарабатывать вот ты чем зарабатываешь это как ну-ка объясни ну ну например в этом же доме я покупала на этапе застройки парковки и потом когда проходит налогооблагаемый период ты их продаешь то есть ты не платишь налог на прибыль законности или когда ты вкладываешь на этапе заст раньше можно было вкладывать инвестиции на этапе застройки например когда росла новая москва там тоже у меня ну а ты покупала там до саларева парк я просто объясню у меня нет задачи там где в карман залезть но просто люди скажут типа подожди подожди какие-то несостыковки у меня как будто такое ощущение там наш отряд следователей сидит в комментариях и такие типа так подожди не было своих денег на покупку жилья здесь нужно было что-то занимать дали родители а сейчас получается там покупала на котловане выясняясь то что ты покупала парковочные места они у тебя были 2 их у тебя было две штуки да я очень удачно взяла они были на застройки 600 тысяч я их продавала за 2 200 2 700 вот через определенный период соответственно это позволило мне отдать те долги которые я взяла какое-то время когда ты много во что-то вкладываешь есть желание делиться этой информации бесплатно без какой-либо коммерческой основы и так я пишу про недвижимость про капитал про вложение в недвижимость у меня есть телеграм-канал нервишки в недвижки также я пишу про про здоровье заметки биохакера два разных телеграм-канала да я не продаю там ничего я просто пишу свое мнение чисто бесплатно как бог друзья кому интересно вот ветерочек поднялся нервишки в недвижки и заметки биохакера пожалуйста ты вообще в целом не так не опишешь нам портрет кто здесь основном живет это какие-то заряженные ребята предприниматели бизнесмены политики ли кто это скорее именно бизнесмены то есть я бы сказала что это те люди которые сами заработали вот это отличает нас жака и потому что в как раз в чате ты видишь что все люди деятельные нету таких которым просто деньги достались и это есть такой атмосферы и настроение жака когда ты общаешься с людьми которые действительно что-то во первых достигли во вторых могут что-то сделать сами а вот такое бывает у вас не знаю ну заши какие-то потасовки между жителями что кто-то там напился вышел во двор орет там музыка играет но вот такое похабное поведение непристойное нету ну вот так вот друзья вот он пожалуйста наверно та самая картина знаешь когда говорят в жилых комплексах люди другие но вот пытаемся нащупать ну вот приехали бизнес-класс понятное дело что по мнению марии нельзя делать общий вывод по жека но тем не менее ты здесь живешь с момента его постройки поэтому берем за основу ровно ту информацию которая постоянно что-то ну и не только я жители могут в чате попросить что-то вот например сегодня бы спросила можно ли купить какой-то был чемоданом мне просто соседки отдали два чемодана то есть вот это нормальная история атмосфера в нашем чате как парковочное место просил и да вот соответственно дмитрий приезжал попросила парковочное место и это не только для вас но и там иногда у меня клиник приезжает тоже соответственно мне разрешают ставить очень вот самое наверное важное что у нас есть жека это люди реклама жилого комплекса так и запишем а то ишь они там все довольные сидят я вам серьезно говорю зачастую когда я читаю комментарии там где все хорошо реклама 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 ребята не в этом смысл смысл в другом я частенько попадаю в гости в подобные жека бизнес-класса и мне очень часто говорят блин мы тебе с удовольствием все покажем расскажем но принимать участие в съемке не хотим и называют ряд причин первое люди здесь живут непростые и не хотелось бы чтобы люди попадали в кадр это самый распространенный ответ что вот здесь кто-то что-то живет хотя казалось бы мы приезжаем к одному человеку показать в общих чертах но как записал так вам и озвучиваю во-вторых люди не хотят шокировать вас своими доходами своим уровнем жизни вот например мы спускаемся на подземный паркинг здесь и проходя по нему повсюду рендж ровер же porsche бмв mercedes bentley rolls-royce и встречаются вот и так копирует ставить в каждом жека так называемом бизнес-класса это не премиум это не что-то там из серии где квартиры начинаются от 100 миллионов рублей такие тоже бывают сплошь и рядом и их по москве очень много люди все трудятся зарабатывают зарабатывают честным трудом но шокировать население не готовы но при этом чувствуете да когда мы проходим как он все сделано чисто аккуратно закрытый двор бегают дети ну какое-то такое легкое умиротворение чувствуется ну согласитесь те кто на позитиве те кто стремятся хотят зарабатывать я уверен многие из вас хотят переехать кто-то успел запрыгнуть в последний вагон купить квартиру себе по льготной ипотеке я думаю в дальнейшем в любом случае день при этом начнет возобновляться поэтому самое время как говорится вот эти вот тяжелые времена переживать присматривать трудиться подкапливать я надеюсь этот ролик получился интересным любопытным увлекательным теперь ваше время высказать ваше мнение в комментарии пишите что вам понравилось не понравилось чем вы согласны не согласны приглашайте в гости с удовольствием приеду к вам подписывайтесь на канал подписывайтесь на все социальные сети которые ждут вас в описании до новых встреч пока пока субтитры сделал DimaTorzok